Не спорим. Добрый день. Добрый. Вот сядьте прямо, я вам кое-что покажу, чтобы видно было. Давай. Мы для того, чтобы людям возвестить великую радость, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания, чтобы жили по Божьим заповедям. Если у вас есть духовный вопрос о жизни, о смысле ее, о смерти, о вечности, можете задать. Хорошо. Только не ругаться, ни одного плохого слова. Я не буду ругаться. Откуда вы знаете, что он есть? Из священного писания и совести. А кто его написал? Апостол Петр говорит, писали святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. Так это люди? Это около 40 человек, избранных Богом. А им Бог это говорил, они писали. Автор Бог. Автор Библии Бог, Дух Святой. Так это люди писали? Люди писали, человеческая рука. Там написано, так говорит Господь, двоеточие. И они писали. Царям не нравилось. Они сжигали, как у пророка Иеремии. А Бог сказал, вернись, теперь снова напиши, добавь к этому еще и вот это. Что их ждет за это? А если, допустим, я верю в что-то свое? Ну, верьте. С этим своим и пойдете в могилу к червям и к сатане в ад. Вы не понимаете. Другого места нету. Нет. Допустим, если человек верит в что-то свое, для него действительно важно. Это не какой-то там, ну, так сказать, Бог, Будда или там другие какие-то люди. Ну, то есть, я верю во что-то, что есть сверху, но я знаю, что это мое. Нету ни ада, ничего. Главное, какой ты для себя человек. Это сумасшедший. Библия называет безумный, сказал в сердце своем, нет Бога. Они совершили гнусные преступления. Нет делающего добра, нет ни одного. Псалом 13. Извините, я не говорю, что его нету. Ну, как, Бог бросил, значит, так. Сделал человек часы, бросил на дорогу, топчите. И не сказал бы, как правильно жить. Это не потому, что человек не верит, а потому, что охота скрыть себя в этом. Делать беззаконие, блудничать и за что не отвечать. А если я ничего не делаю беззаконного и делаю все правильно? Написано, все согрешили, все решены славу Божию. Вы, если не верите в Богу, написано, неверующий Богу представляет его лживым. И поэтому не оправдается никогда. Ну, послушайте, если все согрешили... Ну, вы сядьте прямо, прямо рот не закрывайте, а то не очень внятно. Я же сижу перед вами, нам кого бояться-то? Это прячут олеменщики. Вот, слушайте. Да, пожалуйста. Если Бог дарует жизнь, так сказать, то Он знает, что человек по-любому искушается и будет согрешать. А из этих согрешений Он идет куда? По всем законам Он идет в церковь, чтобы вымолить это все и так далее. Так церковь, это что? Люди ее построили. Так же, как написали книгу. И кто на этом зарабатывает? Кто зарабатывал? Те люди. Так, назовите мне книгу, которой было бы хотя бы 500 лет, а Библии 3600 лет. Первая книга. 3000. И уже написано, что будет в сегодняшние дни. И что будет дальше написано. Какой человек может написать? Вы маленько-то подумайте. Как? Уже говорится о знаке 666. Сегодня все вот эти штрих-коды, везде, в каждом 666. И говорится, что евреи захватят весь мир. Мы вплотную подошли. Все золото, вся власть будет у евреев. И над всем миром один еврей. Столицей мира границ не будет. Иерусалим. И будет он царствовать три с половиной года. Каждому будет поставлен знак начертания 666. Кто это мог написать? Кто? Кроме Бога, кто знает будущее судьбы? Зачем вы, если Библию не знаете? Как вы можете это сказать? Так мне и незачем знать. Нет. В Библии абсолютно точное. Говорит, падет звезда полынь. И воды сделает горькие, и многие умрут. А полынь переводится это черное былее. Чернобыль. Полынь. А давайте так. А если вы в это верите слепо? То есть... Что есть? Ну, то есть вы верите в это слепо. Ну, как слепо? То есть верите, что это правда. Ну, моя совесть говорит это. Во-первых, я живому Богу молюсь, и он меня отмечает. Я еще вам прошу, Бог это дает. Я вам буду рассказывать. Ты человек, который рядом, он знает, он видел. А который далеко, он говорит, да не может быть. Вот у меня вышло из печати 38 томов книг. Я много вел в пяти университетах занятия, там программы. И люди просили сделать это в книгах. Вот у меня ночует вот здесь, вот я где нахожусь, вот это, ну, как в палате. Приехали в гости два священника. Я говорю, надо помолиться, мне завтра книгу выкупать. А у меня денег нету. Я предоплату дал. А откуда? Я говорю, понятия не имею. Священник, и у него веры-то нету. Мы помолились, легли спать. А я говорю, мы в Барнауле живем. После девяти вечера мне не звоните. Это счастная жизнь начинается. У нас нужно помолиться, подготовиться ко сну. Я вот встал сегодня, пол первого ночи. Пол первого, я разбираю почту. У нас 17 тысяч роликов в Ютубе. Много писем. А в 4.40 уже все встают. Всегда в 4.40. У меня времени абсолютно никакого нету. После девяти не звоните, вдруг звонок. Алло? Это Барнауол? У вас церковь во имя кого названо? Я говорю, Антфима Никомедийского. А нам сказали Клименты. Я говорю, Клименты Анкирска, это лагерь. Я начальник детского лагеря, сам основал его, 45 лет. А нам разницы нет. У нас дядя Климент умер. И говорят, молитва ближе к Богу, так, где счесть его храм. Мы деньги вам вышим. А вы откуда? Сакраменто, США. Я был там. Ну, знакомых у меня там нету. Я просто посещал их. Утром я уже иду и получаюсь через Вестон-Юнион. Это нельзя придумать. Первая книга, у меня вышла книга стихов. Денег-то нету. И вот одна заболела у нас, Надежда Павловна. Она, у нее рак груди был. Я говорю, когда умрешь, послушайте, ты поклонишься Христу, Богородице, потом святым, и подойди к Николичу Дотворцу. Везде его икона есть. Он любит золотишко подкидывать. Пусть он мне пришлет выкупить книгу. Хорошо. Она совсем не могла говорить. Это я всем сказал в общине у нас. И все молились. Вот уже 30 дней все спрашивают. Ну что? Ну что? Сороковой день ничего нету. Я сижу, один дома. Пишу. В это время стущит. Заходит человек в маленьких саквояжек в руках. Вы говорили о деньгах. Нужны деньги, да. Я вам дам безвозвратно. Но одно условие. Чтобы никто не знал, что я к вам приходил. Он предприниматель, а их там трое. Ну там связано с нефтью, там то другое. И как газета «Экспресс» напечатала статью «Помощь того света». В сороковой день незнакомый человек приходит и приносит столько, сколько мне надо выкупить книгу. Этого нельзя придумать даже. Я вам говорю как человек. Я в 23 года впервые Библию получил. До 23 лет. Ну закончил строительный техникум. Семья пролетарская. Отец инвалид войны без руки. Семья 10 детей. И меня направили в органы МВД строго режимный лагерь. Это вообще. И вот после армии вернувшись, я все имею. Я занимаюсь в это время на семи языках. Мне много бог дает. Учусь в мореходном училище. Служил в морплоте. И в это время попадают в руки Евангелия. Все изменилось. А в один день все связано, ушло. И 57 лет я несу это. За то, что я иду за Христом. Меня сажали. Последнее освобождение было в 87-м году. Вот вообразите. 87-й год. Уже до крушения страны 4 года. И вышло не амнистия, а помилование всех политзаключенных. У нас 210 человек в стране было. СССР. Это не все. Дальше. В 92-м только реабилитация будет. И я подал в суд. У меня изъяли много. Лучшая в мире фонотека я создал. Переводы там делал. Оформлял. Все это. 11 миллиардов суд оценил. По государству. 11. Недоминированные деньги. 11 лет шел в суд. Все молились. И вот я получил в центре Барнаула. Центральный район. Акалаоби. Красивейшее место. 13 соток. И на нем два дома. Старинные дома. Я теперь хозяин. В одном мы храм сделали здесь. Ни один человек не верил, что что-то сделать можно. А мы всех подняли на ноги. Молились. Дальше. Мы. То есть, когда у меня вышли 38 томов. Бог. Бог не сам я. Положил на сердце. Подарить это библиотеке. Они бедные. И мы из Барнаула. Купили газель. Доехали в Владивосток. Порт Находка. И когда вернулись. Посещали все города. Районные центры. Отсюда. Тихий океан. Отсюда до Атлантического. Лиссабон. Португалия. Прошли Турцию. Скандинавию. Прибалтику. И Север. 650 городов. И в каждой библиотеке в городе выступал я. Говорил. И дарил книги. На 35 миллионов подарок сделали. Будь я неверующим. Что я мог сделать? Мои книги видели у Владимира Владимировича Путина. Показали библиотеку. Библиотеки Ленина. В Москве исторической. Парламентской. А почему? А Бог мне сказал это. Идите по всему миру и пропадуете Евангелие. И слово его зажгло меня. Все оставлено. Почему? Бог. При мне там в лагере убивали. Лагерь смертью. Там ужас. Ко мне пальцем никто не прикоснулся. Я начинаю говорить. Это когда в тюрьме. Не в лагере еще было. Я-то рассказываю. Это как сказку какую. Вот представьте. Я этапом иду. А этап, значит, докуда доходит. Новосибирский этап скидывает. Ну, следующий. Ташкент. Все. Они возвращаются. А теперь ждешь следующий этап. Там ниже идти. До Баку, допустим. И вот. Я захожу в камеру. 75 человек. Примерно. А спать можно. Не больше, как 25. То есть. Вахтовым методом. По одному спят и ходят. Я зашел дым. Коромыслом. Слава Иисусу Христу. Сразу подошел один. Ну, это вор в законе. Шестикратные ходки уже имеют. Авторитет. Подошел отец. А по какой вы статье сидите? Я говорю, 190 прим. Что, мента грохнул? Знают. Я говорю, это 190. А у меня 190 прим. Штрих вверху. А как озвучит? Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественные государственные строители Советского Союза. Оу. И где бы ты хотел? На шконке показывают. Я говорю, где в воздуху побольше. Мне трудно. Я не курящий. Он подошел к окну. Так. Освободить. Тот сразу соскочил. Матрас издернул. Ты тоже куришь наверху? Тоже освободить. Тот мигом матрас к себе и на полу лег. Мне две шконки дают. Я только зашел. К вечеру вся тюрьма знает, что меня привезли сюда. Теперь на 75 человек 3 не курят. Я говорю, ужин в 6, а отбой в 10. В 8 я буду говорить Слово Божие. У меня с тобой вторая часть Библии и Новый Завет. Кто не курит, вымывает руки. Остальные лежат, сидят, ни один не закурит. Там строжайшая дисциплина. Не приведи, Бог нарушит. Я начинаю говорить о Боге, о Христе, о Вечности. Никто с меня не требует. Кто он описал? Там другая обстановка. Камерная дверь открывается. Охранники с двух этажей стоят и слушают. Я разговаривал с теми, кто сидел, верующие, как отец Глеб Якунин, Зоя Крахмалникова, Саша Огородникова. Ни у кого даже не слыхали. Это что такое бывает? Каждый день. Каждый день. Это Бог делает. А почему? Он мне сказал, Господь Бог, в слове или во сне, я пошлю тебя в вузы железные. Меня никто некогда не освободит. Но и ко мне не притронутся. Потому что ведет Московское КГБ, МГБ. Мое дело вели. Они какой-то знак там делали. Рядом всех избивают. А мне, ты, отец, иди в красном уголке посиди. А до меня было на уровне головы, в красном уголке кровью залито. Ломают. Потому что преступники. Как это может быть? Я ничего не знаю совершенно. Вот в другом месте. Город только привезли. Ну и в камеру. Сказали где-то поменьше. Захожу, там два человека. Один сыган сидит, дочь зарезал за что-то. И один валютой торговал. Там обмен учителями был с Германией демократической. Я только зашел в мир дома сему. Он сразу ко мне. А вы бог. На какой же я бог? Я человек. А мне ночью сегодня сон был. И сказано, к вам в камеру бог придет. Я меня здесь жду. Как это может быть? Я говорю, не бог. Я божье слово несу. Я ему дал новый завет. И он до утра переписывал, сидел. А он, когда его отослали из Германии. А он опять валютой начал заниматься. Обмен валютой. Такая статья-то легкая. Его этапом он сбежал. Это я рассказываю только мелочь. В другом месте. Когда с этапа привозят. И сразу нужно получить постель, простынь. А там они грязные, облеванные. Какие угодно. А мне сразу, который баландер называется. Он осужден уже. Но такая статья легкая. И его там оставляют при тюрьме обслуживать. Срок ему идет. Он меня посмотрел. Отойдите в сторону. Ну как же, мне же положено за это. Я сказал, отойдите. Когда все прошли, он говорит, отец, я тебя три года ждал. Как меня ждали? А вы мои фамилии знаете? Нет. А как ждали? Бог сказал, к вам придет человек. Позаботься встретить. И он вытаскивает простыни, буквально хрустящие. Никто к ним не прикасался. Как это может быть, когда я впервые в этом городе, Джамбуле, иностранные люди. Совсем по-другому. Я еще казахский язык не изучал. Другое дело было на немецком, английском, на других. Я бы с ним поговорил. А этот по-русски разговаривает. Ведь дальше меня ведут две женщины. Тоже дубачки называются. Ну, дубовые мозги. Ведут. Я говорю, вы куда меня ведете? Ну, где? Ночевать будете? Я говорю, чтобы табака не было. Такого нет, и везде курят. А она говорит, а ШИЗО? То есть специальная камера, где нарушителей держат. А там койки нету. Вот так она ест на таком уровне. А он с той стороны дернет, а она падает. И он упадет. Все бетонное привязано. Так вот сюда его. Она меня сунула туда. Я зашел, а там дышать нечем. Я говорю, тут тоже плохо дышится-то. О, я сейчас. Она принесла швабру и швабру и в окно растекла. Вверху там это окошечко небольшое. В воздух лынул. Незнакомая. Я только беру маленький этап жизни. Нас везут. Новосибирский конвой лютует буквально. У нас заранее предупредили. Он нас везет. Женщины рядом, на соседней видели. Батюшка, вы бы нам молитвы переписали. А я молчу. А часовой ходит по коридору. Он нас видит. За решетчатые дверки-то. А почему вы не отвечаете? Я говорю, устав не разрешает. Ну, я разрешаю. Я говорю, давайте бумагу, карандаш. Так он сразу же подал. Я им начинаю писать слово Божие. Будь я неверующий, да никому не нужен. Я говорю, в туалет надо бы сходить. Он меня сразу повел. Женщины криком кричат. Он не выводит. И все. В сапоги оправляйтесь. Я тогда, когда он подошел против, я говорю, подойдите, пожалуйста. Вот рядом женщины, они так кричат. Будьте добры. Вот говорят, зазомбировал человека. Ничего подобного. И этот человек, который самый такой жестокий, он тут же начинает по одной женщине выводить туалет. Бог дает власть над людьми, а Господь говорит, меня слушали, будут слушать и вас. Я рассказываю в своей биографии. Мне 81-й год. А вы что получаете? Никита Сергеевич Хрущев говорит, мне врать не пристало, надо на суд Божий идти. Вы батюшка? Я нет, я простой. Брат у меня, он на 5 лет моложе, он священник. У нас вот в храме православном, у нас ничего не продается. В храме, в храме, все ставятся, повторяю, не продается, с тарелкой не ходят, крещение, все бесплатно делается. А как люди одеты? Вы зайдите на наш YouTube, посмотрите. Вы же книги для чего писали? Как? Книги для чего писали? Книги? Насчитал, я 50 книг примерно насчитал, когда меня студили. Аудио, Библия, Златоуст, Архипелаг, ГУЛАГ, брал интервью репрессированных. Статья по делу была. Вы писали книги сами? Да, сам написал. 38 в бумажном варианте и 7 в электронной. Что вы их написали? Ну, книги эти, которые, главное, это вопросы, которые мне задавали в университетах. Я вел занятия в пяти университетах. Цель какая? Так, как я отвечал на вопросы, а каждый вопрос, ну, не как я понимаю, а что по этому вопросу говорит Библия, это 77 книг внутри ее заключено, я должен знать их. Что говорят святые отцы, по этому вопросу, это 300 томов. Что говорят правила каноны, это 719 канонических правил. И жития святых, 1173 биографии. И что говорит мировое искусство и политика мира. То есть у меня настолько полные были ответы, что люди на занятиях были с администрацией, с КГБ, там, отовсюду. Потому что книги вышли, ну, все-таки, считай, сейчас сколько уже, 17 лет как вышли. И по сегодняшний день добавлять ничего нельзя. Полная полнота. У меня образования нету, ни гуманитарного, ни религиозного. Я все добивался самостоятельно. Вы сами по этой Библии же, сами же и грешили. Библия мне очень хорошо известна. Я 57 лет ее считаю. Да, и вы грешили по-любому. Да, и вот сейчас я показываю мусульмане. А мусульмане, у нас другая книга. Я говорю, может, вот это вот. Ой, он меня вот так вот поцелуй. Я говорю, считай. У меня один том, а каждая книга 752 страницы. Это не брошюрки. И в каждой 64 страницы цветных фотографий. Я вам сейчас дам данные, и вы зайдете на наш сайт, и все это увидите. Можете скачать. Я вам насчет Корана. У меня один том написанный. В сравнении с Библией, сурой аятой. Ответьте на мой вопрос. Я вас выслушал. Да. Я вот внимательно слушал. Смотрите. Вы же, получается, грешили. Так? Повторите еще раз. Подождите. Вы сидите как-то поближе к микрофону или что? Я говорю. Вы же, получается, грешили. Нами. Ну, маленько как грешил. Мама моя верующая была. Она говорила, нельзя вот это делать, воровать, материться там с женщинами. И меня Бог от этого спас. А дальше-то я ничего не знал. Я не делал то, что другие делают. Вот сейчас разговариваю я. Вышел человек-профессор. Я говорю, а кем вы? Я сейчас закончил. Смотрите. Я говорю, какая должность у вас? Он там полковник. Я говорю, а я служил в армии. Ну, знаете, насколько увольнительную дают-то? Ну, бывает, сильно любят, могут на сутки дать. Но это редко. У меня увольнительная была. На год. А как это? У меня должность такая была. Я не слыхал. Ну, тогда слушайте. Я служу на Дальнем Востоке. Мне присваивают сразу, минуя и приятеля младшего сержанта, сержанта, ставят на должность старшины, выдают увольнительность 1 ноября до 31 декабря. А кто? Я строительный техникум кончал. В органах МВД работал. То есть доверенный абсолютно. И меня поставили техник, смотритель воинских зданий Дальнего Востока ракетных войск. Я должен определить годность здания, кому какое в очереди поставить офицеров. Одна должность такая была. На вооруженные силы. Почему она мне досталась? Понимаете? Вот я никогда в школе не был иностранного языка. Совершенно не было. Ну, не было. Деревня. Я учился в деревне. Я самостоятельно изучаю немецкий язык. Сразу занялся английским, французским, испанским, греческим. Мне это интересно. А офицеры учатся. Они меня просят сделать переводы. Я им делаю. Мне дают краткосрочный отпуск. И поэтому вам дали такую должность. Потому что вы образованы в своем плане. И для этого, чтобы... Короче, я вам так расскажу. То, что вы сейчас о мне рассказывали. Да. С вашей стороны это все может быть большое везение. Может, да. Вам кто-то помогал там свыше. Но бывают разные случаи у людей. Кому-то не помогает Бог вообще. Хотя они ничего такого в жизни не сделали. И как можно вообще во что-то поверить, если ты этого не видел сам, своими глазами. Это так же, как с привидениями. С этими страшурками, которые в детстве родители пугали. Все однообразно. Да. Но просто вот ваша вера, это ваша вера. Моя вера, это моя вера. Мы все равно будем в одном месте все. Нет. Да, мы все будем в одном месте. Понимаете, я православный. Я в церковь хожу. Это не моя вера только. Это вера церкви с первого века. Это неправильно. Это сектанты. Они придумали сегодня новая секта. В Америке 21 тысяча сект. Это его вера. А мы нет. Я готовое беру. У нас построили храм. Мы деревню с нуля строим православную. Чтобы вы понимали, я не верю в церкви вообще. Ну это не верите. Но сегодня вы слышали. Заработок, это заработок людей, которые там работают. Потому что я много попов знаю. У меня батюшка, батюшка, вот чисто случайный человек угрожал со своими детьми меня топором зарубить. И я это видел, как он на меня бежал с топором. Зачем мне врать? Мне не зачем врать. Я знаю одного батюшку, который дал свою дочери водку и сказал, иди гуляй. А сам пошел дальше бухать. Нет. Это вы знаете. Вы что? Они в церкви работают. Бывает. Я говорю, покажи. Он не знает. Бывает, это все выдумка одна. Такие вещи говорят. Вот заметьте. Один говорит, я ходил на исповедь в Новосибирске. Называет священника. Я могу назвать даже. Новопашин фамилия. И вот ночное в сумерках снято. Он гомосексуалистом с молодежью договаривается. Я не знаю, что там составит. Сегодня можно слепить что угодно. Но я ему говорю. Этого священника я близко не знаю. Мой брат с ним учился в семинарии. Вы к нему тогда... Я, говорит, на исповедь к нему не хочу идти. Не ходи. Иди к другому. Но когда пройдет время, ты узнаешь, что он не такой. У него семья прекрасная. Он не сребролюбивый. И тогда к нему сходи и скажи на исповедь. Батюшка, я соблазнился. Вот вы там ночью были. Он скажет, я там и не был никогда. Понимаете, все так и есть. Судить проще, говорит. Видеть сущек в влазе брата Христоска. Своем бревна не чувствовать. Я одного батюшку знаю, который... Я был в подготовке, получается, к армии на подготовке. Нас отправляли, получается, с учебы. И там приезжал батюшка. Именно батюшка приезжал со своей рок-группой. Он спел нам очень много песен хороших. Знаменитых исполнителей. И мы его просили на одну песню. Хотя ему надо было ехать в церковь, чтобы... Там что-то проводить, я точно не помню, как он сказал. И он сказал, что Бог не запрещает играть на инструментах. Там... Правильно, правильно сказал. Там есть какие-то три закона, три закона Божьих, которые ты... Ну, которые главные. Они тебе не запрещают жить, как человеку. А почему он решил, что три закона? Что это такое, три закона? Три или четыре, я не помню. Да нету. Только заповеди десять. Двадцатая глава книга Исход. Как он три взял? А Господь сказал две заповеди. Люби Господа Бога всем умом, всем сердцем, всей душой и крепость. И вторая, подобная ей. Люби ближнего, как самого себя. Вот две заповеди. Те десять, они собраны в две. Не лжесвидетельствуй, не убей. Скорее всего, оно самое. Видите как, без Бога вы сейчас еще молоды, а мне восемьдесят первый год идет. У меня опыт, который я сам себе придумать не мог. И моя биография очень похожа на Александра Исаевича Солженицына. И в стране Бог позволил мне первому раскрутить его архипелагулак. Первому в стране. Через десять лет «Новый мир» журнал впервые первая глава опубликовал. Бог положил на сердце. Литературы нету. Я насчитываю Яна Златоуса, 12 томов, Жития 12. В общей сложности почти 50 томов на нашем сайте. Называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Сайт, это не Ютуб. «Во свете Библии». А можно тогда рассказать, зачем вы здесь? Вы меня запишите, чтобы по скайпу выйти, когда пожелаете. Игнатий Лапкин. Для чего вы здесь сидите? Для того, что это место, щад рулетка, это разврат. Это Содом и Гаморра. Чтобы людям сказать, что их ждет за это и как выйти отсюда. Вот для этого я пришел. Вас люди не хотят слушать. Они же вас переключают. Меня оно никак, я знаю, тут половина голые мужики. Процентов 85 мусульмане. То есть весь разврат, вся мерзость, гнусность здесь, голая прям совершенно. Рукоблудием занимаются, прямо совокупляются. Мы для этого пошли, Господь, идите и говорите, будут слушать или не будут. Я волю Божию выполняю. Вот если зайдете на наш YouTube, у меня канал есть, называется «Во свете Библии». Там 17 тысяч роликов наших. Как? «Во свете Библии», Свет. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Зарядите. Я уже нашел. Попробуйте. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Да я нашел, нашел. Ну это уже боязнь. Я с вами не боюсь, разговариваю. Вы стряхните это наваждение. Страх, кто-то увидит, узнает. Да мало ли что, мы о хорошем говорим. Нет, да я это сразу понял. Потому что у вас хорошая камера, у вас поставленная речь, и я это сразу понял. Ну видите, вы хорошо, что ни разу не заругались. Это прекрасно просто. Не надо резать мой ролик. Да, я просто, я нормальный, адекватный человек, который со своим мнением, со своей верой, в который не верит в то, что он не видит. О! Это мне, это мне... Это вы обманываете сами себя. Вы никогда не видели Пушкина, Наполеона, но однако верите, что они были. Почему? Я же видел, как написаны стихи, историю. Но вот эта история... А, это Библия написана? Подождите, история, которая идет от этой книги, она прививает к себе столько людей, боящихся, со своими страхами, которые постоянно надеются, молятся, верят в одного человека, который придет, но он не приходит. И в счастливых моментах, в счастливых случаях... Вот смотрите, мне мусульмане, два миллиарда... Случайными, случайными. Два миллиарда. В мусульмане верят неслабо. Они умирают за это, подрывают себя. Христиан два миллиарда двести миллионов. Получается, сегодня в мире, неверующих, вот так, я в себя верю, восемь с половиной процентов. Но на них падает девяносто девять с половиной процентов всех преступлений мира. Потому что... Почему вы верите, вы же по-любому вот верите в Бога и верите в самого себя. Не может быть такого. Нет, в себя не верю абсолютно, потому что человек ненадежное создание. Так это страх. На первом месте Господь говорит. Притча Соломона, 1 глава 7 стих. Начало мудрости, страх Господень. Ну, а зачем бояться? А вы на дороге едете. Вы боитесь вам... Вы почему на красный свет не едете на дороге-то? Потому что страх. Страх. Почему границу государство не пересекает? Зачем бояться? Затем, что страх удерживает. Человека, которого вы не видите. Знаете, спросили Покрышкина, героя, трижды героя. Он говорил, боялись или нет. Он говорит, только дурак не боится. Их давно уже нет на свете. Страх помогает мне собраться, найти лучшее место. Да, но вы боитесь своей уверенности. Вы так сами сказали. Я отвечаю вам, смотрите. Иоанну Златоусту... Вы не верите, это странно. Я сейчас отвечаю. Иоанну Златоусту сказали, вот вы проповедуете. Говорите, не пить вино, а вон рядом пивнушка, и там ваши прихожане пошли. Я встречал, говорит, неверующие, которые лучше поступают. А это V век начало. И он говорит, чтобы быть добрым, у христианина три причины. Первая, страх наказания за грехи. Бог обещает гиену огненную с дьяволом бесконечной веки, мучиться в огне. Второе, Бог обещает награду за добрые дела. Когда человек жертвует, все отдает, смиряет себя. И третье, вспомоществующая благодать Божия. И несмотря на это, люди еще бывают падают. То что сказать о тех неверующих, которых ничего этого нет? Поэтому, что неверующие есть хорошее, это верующие. Я падаю там, знаю. А что неверующие, хорошие не падают. Этого сказать не могу. Я прошел такие места, что скажу, что неверующих я много встречал хороших. Но в аду тоже много хороших. Спасает кровь Иисуса Христа. Он умер за нас. Я должен в это поверить. Много, много людей, которые даже воевали в ходе Великой Отечественной войны, тоже умерли за нас. И что? Игнали под дулом пистолета. За нас. Но они умирали за будущее. Да никакого будущего не было. Игнали, но они знали, что они умирают за будущее. У меня отец без руки пришел. За своих родителей, которые оставались живы. За своих детей, за своих жен. Вот они воевали за будущее. Да какое будущее? 4,5 миллиона в плен пошли. Какое будущее в плену? 4,5. Такого мировая история не знала. Более позорной войны не было. А подождите, это же Бог все направляет. Подождите, я вам ответил. Так Бог делает это, получается, по вашему суждению. Бог направляет людей на какие-то либо благие дела. Так Бог направляет людей туда-то, туда-то. И они получают свою судьбу. То есть, будет она пуля, граната и так далее. Это Бог направляет. А вы говорите, что их пинали. Так их кто пинал? Видите, вы судите то, чего не знаете. Верующим ни дня не жили. Ни дня. Вот как жить без Евангелия, я скажу, 23 года. С Богом, по Евангелию, я 57 лет живу. На 100% отдал себя этому. У меня ничего нету. А почему? Смотрите, если бы вы не знали Евангелие и так же продолжили свою жизнь, вы были бы плохим человеком? Я бы давно умер уже. Меня не было бы. Давно не было бы. Видя несправедливость, я бы не где-то от Жухара Дудаева был бы в ополчении. А это ваше спасение, получается? Я говорю, что если бы я не обратился к Богу по Евангелию, вот я спрашиваю, кем хотел бы ты быть? Еще вы ответите. В 5 лет. 5, 6, 7 лет. Кем вы хотели быть в жизни? Да, у меня не было никаких там, кем я хотел стать 5 лет. Вот я тебе, вам скажу, что я это хорошо запомнил. Я хотел быть в армии еще с 5 лет и до армии террористом. Больше никем не хотел быть. Отомстить коммунистам за то, что они сделали с людьми. Вот отец показывает, вот это жили люди, их раскулащили, вот это увезли, вот этих расстреляли, вот этих заморозили. А я слезами заливаюсь, сзади сижу, он не видит. И у меня внутри все это. А потом я понял, меня будут гнать, меня будут убивать. Как Ставл, он гнал церковь, а был апостолом. Это ваше спасение. Вы нашли спасение? Да. В этом все. Вот знаете, в Библии 77 книг, и самое главное считается, это Евангелие от Иоанна. И там есть глава 3, и главный стих это Библия в миниатюре, она звучит так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Ню не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через него». И я понял, это мое. И когда я начал искать, а я же не знал Евангелие, примерно рассуждения ваши были. Я стал тогда изучать мировые религии, иудаизм, конфуцианство, даоцизм, буддизм целиком. Все учу и учу, смотрю, это все человеческое. Вижу, считаю Мангкапп, вижу, какую беду навели на землю, и какие люди были хорошие, превращались в деспотов. Такого не было, люби врагов твоих. Такой заповеди не было в мире. Никогда и не было. Христос дал заповедь. Ударят по одну щеку, поставь другую. Меня гнали, будут гнать и вас. Меня слушали, будут слушать и вас. Я понял, это то, что я искал. Притом она ничего не скрывает. Один из авторов, самый большой по размеру книги, Псалтири, Давид. Он царь, у него там жен сколько. И вдруг, когда война шла, а он на крыше гулял, увидел в соседнем саду, в водоеме, женщина купается. Она так понравилась ему, он царь, послал, привели. Он с ней спит. Решили скрыть. А плод растет. Она говорит, я беременная. А Урия и ее муж, это, по-нашему сказать, полковник. Это спецвойска были. Он написал письмо, отошли к генералу тамошнему, бросить на штурм города. А он первый всегда был за царя. И сразу отступить от него. Так и сделали, его убили. Значит, что сделал? Прелюбодеяние и убийство мужа. И спокойно живет. Вот это зачем писать было в Библии-то? Ну, это все написано. Я понял, ничего не скрывается. Дальше приходит пророк один и ему рассказывает. Он, царь-то, крутой был. Как Сталин заметил, глаза бегают. Что-то глаза бегают. Все. Человека нету. Он пришел, говорит, тут такое событие произошло. Надо рассудить. Ну, давай. Они близкие друзья были. Пророк, Нафан. И говорит, у одного человека было много овечек. А у другого, у соседа одна. Но он ее любил. Она даже на груди у него спала, голову ложила. И когда гость пришел к богатому, он ни одной отцы не заколол, а пошел и отнял ту овцу, чтобы гостя угостить. А закон гласил, если ты своровал овцу, то четыре отдать надо. А если быка, то пять. Почему? Я по сей день не знаю. Царь сразу разъяснился. Смерть ему перевысил. А он тогда, это ты сделал. У тебя сколько же он был? И когда пришел гость, похоть твоя, ты ни одну жену под себя не подложил. А ты взял у него соседа. Согрешил я. Он говорит, и Бог простил тебя. Но дитя умрет. И теперь дитя рождается, умирает. А второй родится сын от Версавии. Это жена Соломон. Более премудрого нет у человека и не было. В Коране он называется Сулейман. Ну, там ничего про него не написано. Соломон. Притча Соломона. Как Екклесиас пишет. Я искал, говорит, праведных людей. Среди мужчин нашел одного. Тысячу. Среди женщин не одной. А в женщинах он разбирался. И пишет. Женщина горше смерти. Руки ее силки. И мужчина попадает в эти сети и пропадает. А у него было 300 жен, 700 наложниц у Соломона. Он знал, о чем говорит. А сегодня безбородые мужики, бабы, командуют под каблучники. Разводов в стране сегодня у нас 86,5%. А Надежда Крупская, жена Ленина, говорила, 17% катастрофа для страны. 17%, а у нас 86. За время перестройки в Российской Федерации 120 миллионов абортов сделали за 20 лет. Государство внутри утробы в водине женской щебе погибли. И только в одном месте, в одном регионе один верующий человек, глава администрации, запретил делать аборты как преступление, как убийство человека судится. Кто это? Рамзан Ахматович Кадыров. У меня от него благодарность есть. Когда книги мы развозили, 650 городов, на бумаге. От Лукашенко у меня благодарность, из Сербии. Потому что книги показывают, как жить. Я отвечаю на 4124 вопроса. Это Бог сделал. Это нельзя сделать человеку. Это невозможно. Я вот показываю стихотворение Пушкина. Он пишет стихотворение, там, зачеркнул, поправил, да, 2-3 раза. Лев Толстой пишет начальные главы «Войны и мира». Иногда 18 версий разных. У меня написано 3467 стихотворений. Это 4 книги по 800 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек. Напротив строчки написано вместо Библии глава стих, откуда взята. И черновики вон лежат. 3467. Это продают пачки по 500 листов. 7 пачек. И ни одной помарки нету. Стихотворение. 9 куплетов по 400. Ни одной помарки. Так не бывает. Я в литературном институте, когда считал, там, Лев Ашанин. Где вы берете? Такие темы огромные. Я говорю, я не знаю. Вот я молюсь, и у меня как строка какая-то. Я не вижу, но умом. Я тут же на молитве сразу раз запишу. Когда отмолились, я беру 35 строчек, добавляю ни одной помарки. Как это может быть? Вот говорят, допустим, Святая Русь. Все у меня стихотворение. Я пишу, Святая Русь, когда была святая? Скажи ты дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу, островов. Все подгребли, самым тайгу и в югу. И расплодили нехристей воров. Кто хуже нас, сокровища земные. Транжири жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, облизывая, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцам запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполнив веренное нам, не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Ещё? Нормально. Трогает? Ну, написано красиво. Так, оно песни, песнопение поются. 86 стихов положено песнопение. Вас как звать-то? Меня Валерий. Валерий. А вы знаете, как Валерий переводится? Бодрый. Вы такой и есть. Не выпивший, не под наркотиком. Я сегодня помолился, Господи, тут ничего не найдёшь. 150 кадров просмотришь, и с одним маленько поговоришь, и сразу падает. А я говорю, пошли мне, с кем поговорить можно. Вы запомните, Игнатий Лапкин по скайпу. Вы меня найдёте. Я один с этим им фамилиям. Тогда могу скинуть все ресурсы, поговорим. Вам это не помешает. Только запишите Игнатий Лапкин. А если запишите в Ютубе, во Свете Библии, выйдите сразу на Ютуб. Там 17... Да, я же нашёл. Да. Нашли? Да. Сколько подписчиков там? Там? 42 тысячи. Правильно. Просмотров 42 миллиона. Валерий, если будет желание у вас встретиться, только напишите. Мы с вами разговаривали в чат-рулетке. А вы знаете, кто чат-рулетку изобрёл? Алексей Тамаров. Нет. Это ученик, 15-летний двоечник. Андрей Терновский. Андрей. Он говорит, экзамены не сдать. Хотя стал думать, говорит, вот до этого дошёл. А потом он вот пошлифовал. Вскоре стал миллионером, выехал в Америку, на Лазурном берегу живёт. Интервью не даёт. А у него никаких знаний нету. Нет, снизу написано автор Алексей Тамаров. Нет, нет. Это сейчас, может быть, какой-то там на другом языке как-то. Это он первый изобрёл. Андрей Терновский. Так что зарядите, посмотрите. Может быть, кто-то подделывается. И я тоже здесь не случайно. У нас был один парализованный. Он 17 лет лежал, у него всё недвижимое. Но ещё одно вот так двигалось. Он работал на компьютере. Самый лучший иконописец в интернете. И вот он два ролика поставил, здесь беседовал. А он тут умер. И я стал просить, Господи, дай мне этот талант Сергея Георгиевича Козлова. Так мне охота встретиться с этими людьми. Я не знал, что тут Содом и Гаморра. Тут безобразие ужасное. И вот я 10 июня родился и выезжаю в деревню, которую строим на 4 месяца. А до этого у меня месяца полтора было ещё. И у меня получилась встреча с тысячей человек или больше. 450 роликов составлено было. А вот сейчас я вернулся, 10 октября. Ну, сегодня это 24-й, наверное, уже. Ну, и вот уже у меня где-то 25 роликов. Беседы. Полезная. С мусульманами. Да, я... Вы на наш YouTube зайдите. Сегодня я постараюсь поставить нашу беседу. Ладно, хорошо. Так. Мы ещё можем быть близкими друг к другу людьми. Я благодарен Богу за встречу с вами. Вопросов нету больше? Нет, нету, нету. Ну, смотрите. Если есть, то вы можете задать. Хорошо, если что найду. Мне студенты задают вопрос. Знаете, это всё бесплатно. Я вышел с тюрьмой, сотрудниче 18 лет. Заносим разные вещи. На Пасху яйца покрасили. Бесплатно. Я нигде ни рубля ни за что не получаю. 45 лет начальник детского лагеря, ни рубля. Тысячи детей подняли. А как живёте? Милостью Божией. Господь всё даёт. Мы огород там садим. Живность есть. Пруды, шесть прудов восстановили. Это главное нам приходится с братом делать. Вот Володя сейчас вышел. Зарыбили, как называется. Везде рыбы там купили. Теперь сами ловим. Ну и, естественно, приезжают наши молочники по вторникам. Продают молоко. Нас называют «Искорка возрождающаяся России». На сайте там есть государственные фильмы. Вот на такие бобины тогда снимали, круги. Первый фильм «Изайство предчувствия». Он занял первое место на международном киноконкурсе в Югославии. Документальные фильмы о православии. Вторая. «Златоуст из Потеряевки». О моей биографии. Первое место в России. Вам будет очень интересно. Называется так. Как называется? «Златоуст из Потеряевки». «Златоуст» – это мое прозвище. А Потеряевка – селение, которое строим с нуля. «Златоуст из Потеряевки». Это про вас, да, сняли? Да, весь фильм про меня. В 1994 году. Но если не найдете, то заходите на наш сайт. Сайт называется «Во свете Библии». Сайт. Нет, я уже просто нашел в 1994 году. Да. Да, я его нашел. Да, а в которой предчувствие, там и о другом только. Ну, там и несколько человек участвует. Это Бог делает так. Брат мне говорит… Нет, вы хорошим делом занимаетесь. Просто не всех людей можно исправить. Ну, правильно, правильно. Так, не все. Вот Господь говорит, я предложил тебе благословение, справа, проклятие. Предложил тебе огонь и воду, жизнь и смерть. И добавляет, зачем вам умирать? Тут интересный ролик появился. Вы можете увидеть. Называется «Интервью с дьяволом». Вот зарядите. Только там видно, что такое мужчина. И в лесу деревья даже видно было. Она небольшая, 12 минут. Но я вам скажу, что я этой темой занимался много лет. Даже не верится, что это человек. Как будто сатана. Абсолютно точно отмечает. Я, говорит, больше сейчас истинно говорю, но немножко лжи. И предлагаю выбрать «Интервью с дьяволом». Нашли? Нет, нет, нет. А там много таких роликов. Но один такой именно мужчина, бритый, и в лесу. И сидит журналист с бородкой. Не, может быть, потом найду. А почему нет? А ну-ка найдите. Я подскажу, как. «Интервью с дьяволом». На русском языке. А, я нашел. Нашли? Да, да, да. Вот. Вот видите как. И когда вы прослушаете, я много раз слушал, когда люди приходят, показываю. И скажу, что очень и очень сильно поставлено. Как он говорит, как губы поджимает, как сплевывает. Закурил. А журналист говорит, вы курите? Ха-ха-ха, захохотал. Вы спрашиваете того, кто изобрел это. Вот так. Ну что, Валерий, благодарим Бога. До свидания. До свидания. Отвечайте. Спасибо за разговор. Аллилуйя. Богу слава.